Бесплатные вебинары для руководителей. Эксперты по построению бизнеса расскажут новые сценарии онлайн-продаж, современные возможности интернет-маркетинга, как продавать в соцсетях и мессенджерах, как контролировать сотрудников на удаленке и как организовать онлайн-офис. Делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента. Доброе утро. Здравствуйте всем. Доброе утро. Утро такое летнее. Сегодня раньше, чем обычно. Десять часов утра, но я думаю, что это даже неплохо. Начнем рабочий день с полезной информации. Представлюсь, меня зовут Сергей Калишов. Я замгенерального директора один из бюджетов. И я приветствую вас на нашем вебинаре, который называется «Ключевые навыки предпринимателей в 2022 году». Сегодня со мной на этом вебинаре будет, как хорошо, директор Владимир Маринович, эксперт по стратегическому развитию. И, собственно, он будет первым у нас, кто в первой части будет рассказать про свою тему, как раз про те самые ключевые навыки. Прежде чем мы начнем, несколько важных технических моментов. Хочется поговорить про то, как у нас все сегодня будет происходить. Значит, мы займем у вас сегодня примерно полтора часа. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. Будет зависеть в основном от вашей активности. То есть от того, сколько вопросов вы будете нам задавать и сколько нам придется на них отвечать. Я надеюсь на то, что активность у вас будет хорошая. Как вы можете проявлять эту активность? У нас есть с вами чат, у нас есть закладочка «Вопросы». Вы можете пользоваться чатами, чтобы обсуждать с другими участниками, в том числе, чтобы задать вопросы, мы должны на них отвечать. Более того, в чате помимо нас с Владимиром, мы, поскольку мы говорим здесь в прямом эфире, а в чате есть коллеги мои и коллеги по рынку, партнеры наши, которые подпочтают на вопросы, которые вы там будете задавать. Вы там задавайте. О том, кто там из компаний будет отвечать на разного рода вопросы, вам сейчас мои коллеги там в чатике напишут. Вот. Что еще? Значит, чатики. Есть закладочка «Вопросы» со знаком «Вопросы», иконочка там вы можете нажать, соответственно, задать вопрос, и эти вопросы мы будем вылавливать и, собственно, на них отвечать уже в прямом эфире. И еще один момент, который, мне кажется, может быть полезным. У вас есть такая иконочка с таганечком. Это так называемая реакция. Сейчас это довольно модная история. Вот, если вы будете нажимать на иконочку с таганечком, мы, спикеры, будем видеть, что вам нравится, что мы сейчас говорим, что у нас все здорово, что все классно. Это будет нам поднимать настроение, и мы будем рассказывать еще больше чего-нибудь полезного и интересного. Вот я вижу, что вы нажимали огонечки, я сразу это увидел. Мне нравится вам лайк. Так, сейчас я позову в эфир. А, Владимир сам позовался в эфир. Привет, привет. Привет. Доброе утро. И в Москве, видимо, не менее солнечный и санкт-Петербург. Это правда, дружище. И ты знаешь, меня сейчас, наверное, чаще всего спрашивают, Мариноч, а что ты такой загорелый? Дело в том, друзья, что все очень просто. Я сейчас делаю новый проект, сеть глэмпингов от Байкала до Калининграда. Это видовые места, солнечные места. Поэтому у меня как раз тот случай, о котором, наверное, многие мечтают, когда работа, путешествия, отдых, хобби – все вместе. Поэтому я вот такой загорелый и могу сказать, что Петербург – лучший город на земле. С мая по сентябрь, Сергей. Здравствуй, спасибо большое. Да, ну видишь, у нас тоже хорошая погода, но мне пришлось даже закрыть окна, потому что иначе я был бы очень черный на соне светящейся погоды. Но не будем затягивать. Я включаю твою презентацию и готов передать тебе слово и микрофон. Поехали. Поехали. Сергей, спасибо большое. Друзья, всегда, когда появляется новый человек, важно понимать, кто он, что он и какую пользу я могу дать. Давайте я поэтому вначале расскажу о себе несколько слов. Это сейчас я эксперт по стратегическому развитию, инвестор. Я ищу проекты, захожу в проекты. И все, что я буду сегодня рассказывать, это мои реальные практические инструменты, которые я использую буквально каждый день. Я профессиональный бизнес-ангел. Кто это такой человек? Ну, чтобы вы понимали, моя воронка. 250-260 проектов в год я смотрю. 50-60 проектов мы разговариваем, что называется, по душам. Это очень важный этап с основателями компаний. 10-15 считаем деньги, бюджеты, инвестиции, возврат. И в 2, в 3, в 4, в 5 в год я вхожу. Сейчас я решил сосредоточиться на своем главном проекте. Это сеть глэмпингов «Цифровые кочевники». И инструментарии, которые сегодня буду показывать и рассказывать, это то, что я еще раз внедряю каждый день. Но начнем сначала. С 1988 по 1992 год я торговал джинсами на рынке, видеомагнитофонами, аудиокассетами. Это было хорошее время с очень хорошей маржой. И чтобы вы понимали, какая была тогда маржинальность, я утром мог поменять 200 рублей в Центральном банке на чек в югославских динарах, из Пулкова полететь в Белград, в Новесаде купить видеомагнитофон. Там они были бы дешевле всего. На следующий день возвращался в Петербург и продавал за 3200 рублей. Вот такая тогда была маржа. За 2-3 дня можно было из 200 рублей сделать 3200. Но эти времена очень быстро закончились. И в 1992 году я задумался, это было на рынке в Польше, в Катавице, я задумался, а как сделать так, чтобы не я стоял на рынке, как сделать так, чтобы деньги при этом зарабатывались. И чтобы меня не касались никакие там вот эти кризисы. А как вы помните, 90-е это были очень активные годы с точки зрения кризисов. И вот как мне систематизировать то, чем я занимаюсь, зарабатывание денег. И я нашел для себя ответ. Я регулярно подключаюсь к мозгам тех людей, которые сделали больше, чем я. Беру у них эти знания, эти инструменты, которыми они пользуются, и внедряю их в свои практики. И то, что получается, соответственно, у меня сложилось вот в такой мой набор еще раз инструментов. Например, Олег Леонов. Это очень важный человек в моей жизни. Он основатель Дикси. И он меня научил двум очень важным вещам. Первое – это всегда, всегда учиться, всегда читать книги, всегда идти вперед, потому что если ты стоишь, то тебя накрывает. И несколько книг, которые я хочу вам, друзья, порекомендовать, которые я точно знаю будут вам полезны. Можете записать эти книги. Первое – это Майкл Портер «Конкурентная стратегия». Майкл Портер «Конкурентная стратегия». Очень классная книга с точки зрения того, чтобы вы понимали, как ваши конкуренты забирают деньги ваших клиентов. Это очень полезная в этом плане книга. И вторая книга – это Нортон и Каплан «Система сбалансированных показателей». Посмотрите, пожалуйста, ее «Система сбалансированных показателей» Нортона и Каплана. И третья книга – это мой любимый, книга так и называется, «Стартап» Гай Кавасаки. Не Киа Саяки, а Кавасаки. Он бывший евангелист Эппла. И он как раз тоже в той же стезе, что и я, идет. Он ищет проекции, развивает проекты, продает проекты. Вот Олег Леонов меня научил всегда учиться. Поэтому, кстати, и вы здесь для того, чтобы получить какие-то новые знания и новые практические инструменты. А второе, чему он меня научил, это всегда прописывать регламенты и процедуры. Всегда. Чтобы было четко понятно, кто за что отвечает. Потому что, к сожалению, я это часто вижу, что в компании, может быть, классный продукт, может быть, даже хорошая доля рынка. Но компания уже застряла в том, что, о, мы все еще стартап, мы так здорово, что все мы здесь собрались. И начинается хаос. И не вычислить, кто кому что говорил, кто за что отвечает. А я думал, что это ты сделаешь, а я думал, что это ты сделаешь. А мы думали, что это он сделает. И так далее. Друзья, кстати, поставьте, пожалуйста, плюсы те из вас в чате, кому это знакомо, когда действительно сложно найти, кто за что отвечает. Вот Олег Леонов меня тогда приучил, что всегда должна быть прописана структура, кто за что отвечает, на бумаге, не проговорено, а на бумаге. Это я всегда в каждом проекте теперь делаю. Еще очень важный человек в моей жизни это Рустам Тарико, это основатель холдинга «Русский стандарт», который мне еще научил двум вещам, очень полезным. Это всегда быть конченным, маньяком качества продукта, потому что, к сожалению, я, друзья, могу сказать, что в России нет конкуренции. Конкуренции нет, конкуренты есть, это правда. Те люди, которые радостно убивают твою маржу демпингом, вы же знаете, как это, я делаю так же, как Вася, дешевле, в результате все много работают и мало зарабатывают. Поэтому, да, и, друзья, еще, пожалуйста, поставьте тоже плюсы, кому знакомо, вот это все, что связано с демпингом и с вот этой адской конкуренцией, которая выжигает вашу маржу, убивает вашу прибыль. На мой взгляд, один из главных инструментов борьбы за маржу и в победе над конкурентами это удержание качества продукта. И у каждого из вас есть, друзья, опыт, когда вы за последний год, полтора, два отказывались участвовать или вы отказались быть клиентами банка или вы не ходите больше в какой-то ресторан, магазин, шиномонтаж, салон красоты, потому что с вами там по-хамски обошлись. И вот это один из важнейших причин, почему уменьшается количество клиентов. И это, кстати, друзья, чтобы мы с вами сразу находились в одном информационном поле. Я думаю, что сейчас как раз хорошее время для того, чтобы поле расчистилось от вот этих кривляк губами. Вот когда будет как раньше. Никогда не будет как раньше. А если мы не будем каждый день, каждый час, каждую неделю контролировать, как работает наш продукт, наш услуга, наш товар и как работают наши сотрудники, то, конечно, наши сотрудники будут нам рассказывать про кризис, про никому ничего не надо, ни у кого нет денег, никто ничего не покупает и прочие отмазки. И вот как раз про отмазки Рустам Таряко меня научил еще очень важные вещи, которые хочу вам отдать, друзья. Лучший способ борьбы с отмазками это, знаете, какой? Не брать отмазки. У меня даже есть такая фраза, что ты покупаешь, что тебе и продают. Если ваши сотрудники вам рассказывают отмазки, про то, как никак невозможно было выполнить бизнес-задачу, потому что и там всякие разные огромные причины, то на самом деле я всегда в таких случаях говорю, смотри, у тебя было три возможности сделать позже, сделать меньше и сделать хуже. Но почему ты выбрал не сделать? И начинаются такие затуманные какие-то разговоры и размышления и бла-бла-бла. Вот поэтому для того, чтобы вы не тратили время и свою энергию, и свои деньги на борьбу с отмазками сотрудников, я, знаете, друзья, даже если кому-то будет интересно, Сергей, я могу выслать, у меня есть коллекция отмазок, я их даже систематизировал, там порядка 70 отмазок, и главная отмазка всех времен народов, вы знаете, да, это, а мне не сказали, а я не знал. Это, конечно, божий бич, отмазки, и как с ними бороться, если будет интересно, задавайте вопросы, тоже буду рассказывать. Еще очень важный человек в моей жизни это Дэйв Вайсер, тот человек, который меня позвал в ГЕД, я был генеральным директором ГЕД, я акционер ГЕД, горжусь очень этим проектом, и, кстати, сразу, друзья, чтобы было понятно, что все проекты, которые я упоминаю, Улыбка, Радуги, начиналось с двух полухозяйственных магазинов, с двух, сейчас это полторы тысячи магазинов, и больше 30 миллиардов годового оборота, начиналось все с двух магазинов, или, например, тот же ГЕД, это все проекты, которые начинались с нуля, и я очень горжусь теми командами, которые мне удалось собрать, и, кстати, друзья, напишите, если для вас актуально, еще, если есть вопросы, как создать эффективную команду, это то, с чем я активно делюсь, потому что в моей картине мира сейчас деньги находятся только на третьем месте среди причин, почему сильный сотрудник должен к тебе прийти, и еще, почему он должен у тебя остаться. Я когда говорю сильный, это лучший маркетолог вашего города, лучший продавец вашего города, лучший логист вашего города, лучший финансист, производственник и так далее. Почему они должны к вам прийти? Деньги сейчас находятся примерно на третьем месте, чтобы такие люди к вам пришли, если будет интересно, тоже об этом расскажу. Вот, я беру такие знания у разных людей, у Андрея Игнатьева, основателя 220 вольт, у очень сильного бизнес-психолога у Санислава Лагунова, основателя Мегамейда, человека, который очень круто разбирается в бережливом производстве, в бережливом бизнесе. И вот это то, что я скомпоновал, то, что сам использую в своих проектах и хочу вам рассказать. Итак, следующий слайд. Друзья, первое, на чем мы должны быть с вами акцентированы, это очень точное понимание, да, еще следующее, это очень точное понимание того, что есть наша цель. Потому что создать команду, эффективную команду, которая будет работать на вас и на вашу прибыль, возможно только в том случае, когда вы точно понимаете свою цель. И сейчас пришло время в моей картине мира коротких спринтов на один день, на неделю, на месяц, на квартал, максимум на полгода. Потому что никто не знает, что будет через полгода. И когда кто-то со мной пытается спорить, я задаю всегда один вопрос. Кто в ноябре 19-го знал про февраль, март 20-го? Поэтому если вы хотите быть настоящим лидером, тем человеком, который ведет команду за собой, это первое, что вы должны сделать, это точно понимать, что есть ваша цель. Можете даже записать мою любимую фразу «цель определяет средства». Причем, когда я говорю слово «цель», я имею в виду не какое-то что-то абстрактное «мы хотим добиться лидирующих позиций», а прям конкретно. Мы, я, я основатель, я руководитель, я хочу, чтобы по принципу like to like, подобное с подобным, например, в июне или там в июле, чтобы мы выросли на 50% к прошлому году в обороте и в прибыли. И в августе и так далее. Вот конкретная цифровая цель это то, что твердая обязанность вашего, вашей главной компетенции как руководителя, чтобы вся команда очень точно знала, куда мы идем. Не вообще мы что-то делаем и у нас может быть что-то получится, а прям конкретно, что я хочу как руководитель компании, как владелец компании добиться в этот день, в эту неделю, в этот месяц. Как это работает? Очень просто. Что я уже точно знаю? Что если у нас нет расписанных целей по обороту, по марже, по прибыли, ну и расписанные соответственно доходы и расходы на каждый день, на каждый день, друзья, это очень важно, на каждый день, то вам сотрудники будут говорить, когда вы уже 7-го, 10-го числа будете видеть, что вы идете не туда, что вы не выполняете цель месяца, они вам будут говорить, ну 25-го, 29-го июля за то, как много денег на счет придет, и вы такой, ну да, придет много денег, а потом приходит 29-е, а денег что-то нет, и вам рассказывают про то, что там у заказчика, генеральный директор выехал в отпуск, он не подписал, но через 5 дней точно, ну в общем, вы делаете все необходимые затраты, а выручка что-то не выручается, и вот так вот эти отмазки, эти обещалки приводят к тому, что затраты вы несете, а прибыль не зарабатываете, поэтому первый принцип, который я делаю всегда, это очень точно для команды фиксирую цель в деньгах, которую на каждый день, на каждую неделю, на каждый месяц расписываю, и я вам расскажу секрет, результат месяца это сумма результатов 30 дней, ну или сколько там у вас рабочих дней, или 22-24 рабочих дня, вот сколько у вас рабочих дней, вот результат месяца это сумма результатов 22-24 рабочих дней, И каждый день мы должны добиваться результата этого дня. В этом случае команда видит в вас человека, который знает цель, ведет к этой цели и она понимает свою ответственность. Но об этом чуть позже. Можно следующий слайд? Потому что я сейчас хочу еще три главные должен лидера вам рассказать, по моему мнению. Еще, друзья, у меня нет права на истину в последней инстанции. Я рассказываю только о своем опыте. И название своего опыта я вывел три главные должен меня. Меня как настоящего лидера компании. Значит, первое, что я должен делать, это развивать компанию и ее продукты. Куда идти, на какие рынки, с какими продуктами, как мы конкурируем. Второе, добывать ресурсы для развития компании. Причем, друзья, могу вам сказать, когда я говорю слово ресурсы, я в последнюю очередь имею в виду деньги. В последнюю очередь я имею в виду деньги. Хотя у огромного количества предпринимателей, когда слышно слово ресурсы, деньги. Это неправда. Не деньги являются главным ресурсом для развития бизнеса. Более того, очень часто, когда я встречаюсь с предпринимателями, и мы начинаем копаться в их процессах, мы начинаем копаться в их бюджетах, то обнаруживается, что когда они ищут инвестиции, на самом деле, они ищут не инвестиции. На самом деле, они ищут дешевые деньги, которыми они, бесплатные деньги, которыми они смогут закрыть свои кассовые разрывы, свои недостаток оборотных средств, потому что они уже и в оборотку залезли. И это не инвестиции, друзья. Это ожидание, что придет какой-то волшебник, который почему-то свои деньги отдаст на неэффективный бизнес. Поэтому первое, что вы должны делать, это иметь твердое понимание, как развивать компанию, с какими новыми продуктами, на какие рынки, с кем конкурировать. Для примера, если вам будет интересно, друзья, то я могу выслать, Сергей, у меня есть документ, который мы в 2004 году сделали с командой, что есть продукт улыбки радуги, кто наши клиенты, с каким ассортиментом мы работаем, какие площади мы снимаем, как мы делаем логистику, какие параметры выручки на квадратный метр мы должны и прибыли, и оборачиваемости показать и так далее. Под этот документ нам инвесторы дали транш на первые 10 магазинов. И для меня, наверное, один из самых крутых дней в моей жизни был, когда мы к 10-му магазину вышли на стабильное 100 плюс-минус, это было на Новоизмайловском, на стабильное 100-110 тысяч в день. Это был, наверное, самый лучший день в моей жизни. После этого мы получили транш на следующий магазин. И вот так вот и сеть и росла, магазин за магазином. Снимаю шляпу перед Алексеем Баулиным, сейчас генеральный директор, который после меня подхватил и там из 40 магазинов сделал уже такое огромное количество на основании отработанных процедур и процессов. Вот это я и называю истинным развитием. Ну и, конечно, с какими новыми продуктами мы выходим, в услугах, в товарах. Более того, если вам будет интересно, друзья, то в конце могу даже сказать несколько ресурсов, на которых вы можете черпать идеи таких новых продуктов, новых идей для услуг и для товаров. И ресурсы. Что же все-таки главное такое ресурсы? Это, конечно же, знания, технологии, связи. Это главные ресурсы в моей городе мира. Это важнее, чем деньги. Потому что, если мы строим неэффективный бизнес и мы в убытке, или мы болтаемся один месяц плюс три, второй месяц минус два, и мы не управляем, по сути, своей прибылью, то, конечно, инвесторы этого боятся. Потому что у инвестора не стоит задача закрыть своими деньгами чей-то убыток. У инвестора стоит задача заработать деньги. И для того, чтобы он вложил деньги в ваш бизнес и помог вам в развитии, то для этого первое, что нужно сделать, это отсистематизировать бизнес, чтобы бизнес был не завязан на вас, на ваши знания, на вашу личность. И вы с утра до вечера вот этому пнуть, этому позвонить. Кстати, поставьте пятерки, друзья, кому это знакомо. С утра до вечера этого пнул, этому позвонил, этому написал, за этого сделал. И когда, если инвестор видит, что все завязано на отца основателя, на такого собственника компании, конечно, он очень этого боится. И первый шаг, который нужно сделать для развития, это отсистематизировать компанию, прописать функциональную структуру, кто за что отвечает. Кстати, это касается не только, друзья, не только сотрудников, но это еще и касается партнеров. Более того, если кому-то из вас будет интересно, я даже могу сделать такой подарок и прислать Сергею методичку, как создать партнерское соглашение. Ровно такой же принцип. С каждым моим партнером во всех бизнесах, где у меня есть партнеры, я фиксирую для начала первые три главные вещи. Первое, кто за что отвечает. Второе, как считаем деньги, контролируем деньги. И третье, как расстаемся. Как расстаемся, когда все хорошо и как расстаемся, когда все плохо. Вот если такой документ вас заинтересует, то, пожалуйста, тоже у меня есть такая методичка, как я делаю партнерские соглашения. И третье, должен настоящего лидера, это создавать команду. И когда я говорю, друзья, слово лидер, я имею в виду не Чапаева, который эй, с флагом, на амбразуру, давайте все за мной. Нет. Лидер тот человек, который умеет находить людей сильнее себя. Вот это очень важно. Людей сильнее себя. И делать так, чтобы этим людям было интересно прийти в ваш бизнес, в вашу компанию. И чтобы еще им было интересно оставаться. Потому что одно дело привлечь человека, а другое дело сделать так, чтобы он еще и не ушел. И если вам будут интересны, пожалуйста, тоже задавайте вопросы, друзья. И в конце в блоке вопросов-ответов я постараюсь на них ответить. Можно, Сергей, следующий слайд? Вот это то, что я сам реально делаю. И я точно знаю по своей практике, что у всех проблем с командой одна причина. Одна главная причина. И вот она. Сергей, можно следующий? Одна главная причина. Эмоции рулят. То есть вместо того, чтобы строить компанию на принципах взаимодействия, мы строим компанию на принципах отношений. Кто как с кем относится. Кому кто хорошо относится. И, знаете, мы становимся заложниками этих отношений. И более того, я не раз наблюдал. И, к сожалению, у меня тоже были такие ошибки, были такие грабли. Когда я видел, что в отделе продаж, как у меня в одном проекте, из 11 продавцов был один супер талантливый парень-продавец, Александр Григорьев. Который тащил там, наверное, 20-25% всех продаж. Парень просто однажды в понедельник не вышел на работу. Я всполошился. Что же, как же, почему? Оказалось, что его за выходные перекупил конкурент, который просто ему в два раза денег больше заплатил. Это было безумие. Это было, при том, что Александр очень хорошо зарабатывал. Но, тем не менее, вот спокусился. Но, видимо, ему было стыдно. Поэтому он просто в понедельник не вышел на работу. Ну, ладно, такое бывает. Ну, хотя бы пришел, сдал дела. Нет, просто он в понедельник не вышел на работу. Я долго разбирался, почему, в чем причина таких провалов, которые у меня были. И я понял, что я к этим людям относился хорошо. И я дарил супер всякие там подарки за перевыполнение плана. У меня есть такая технология. Сверхмарковка за сверхрезультат. Но оказалось, что это все, конечно, замечательно. Но теперь моя главная задача – это уменьшить зависимость от человеческого фактора. Потому что компания может быть эффективной. И она может быть интересна для развития в том случае, когда она не завязана ни на какого одного человека. На какого-то крутого продавца. На какого-то крутого логиста. Да даже и на собственника. Для примера, те из вас, кто имеет техническое образование, вы знаете, что пропускная способность системы определяется самым узким звеном системы. И очень часто именно владелец компании, руководитель компании и является этим самым узким звеном системы. Все замыкаем на себя, все держим. И в результате копятся, копятся, копятся нерешенные вопросы. И мы думаем, а что же нам делать и как нам это все расшить. Поэтому мой ответ состоит в том, что я не отказываюсь от эмоций. Я не отказываюсь от отношений в бизнесе. Но не случайно я, видите, это моя любимая тема, футболки говорящие. Вот, например, сегодня я в футболке РОИ рулит. РОИ это аббревиатура, которая обозначает возвратные инвестиции. Потому что я считаю, что все инвестиции в компании. Зарплата тоже, кстати, инвестиции. Я плачу зарплату, чтобы мой сотрудник мне вернул своей эффективностью, эффективными результатами своего труда. И вот я такую же футболку сделал. Цифры – наше все. И вот как перевести взаимодействие в цифры – это то, над чем я работаю последние 15 лет. И то, что действительно очень хорошо работает. Вот это сочетание команды, отношений и цифр. Что такое, когда я говорю цифры? Это значит, что в любой компании, сколько бы там ни было, 2 человека, или 12 человек, или 120 человек, я могу отцифровать всех. От генерального директора до уборщицы. Вообще всех. Вот просто всех. Дизайнеров, бухгалтеров, подборщиков, слесарей, логистов, маркетологов. Вообще всех можно отцифровать. Чуть позже еще об этом расскажу. Сергей, можно следующий слайд? А цифровать – это что значит? Это чтобы напротив каждой должности были те цифры, по которым мы можем измерять эффективность этого человека. И вот таким образом, когда мы шаг первый, измеряем эффективность человека через конкретные цифры, ну давайте для примера, очень для всех болезненный вопрос. Друзья, давайте так. Кому было бы интересно, чтобы я дал три цифры, сейчас три цифры, по которым мы можем измерять эффективность маркетолога? Вы знаете, да, в маркетологии есть такие волшебные люди, которые говорят, дай мне 30 тысяч на маркетинг, 15 тысяч на настройку, и будут лиды. Даешь 30 тысяч на маркетинг, 15 на настройку, ну и что-то, в общем, не получается как-то необходимого количества продаж и лидов. А потом он говорит, гипотеза не подтвердилась, давай еще. Ты зовешь ему еще, он опять сжигает, опять говорит гипотеза. Ну, в общем, эта песня хороша, начиная с начала. Так вот, друзья, если вам интересно, я могу рассказать вам про те три цифры. про те три цифры, по которым я контролирую работу маркетолога. Цифра первая. Давайте сейчас я попрошу Татьяну Иноземцеву или Юлию Денисенко. О, Лариса Дзюба. Молодец, очень круто. Анастасия Пронина. Коллеги, будьте добры, я сейчас буду. Три цифры, по которым вы можете измерять эффективность маркетолога. Первое. Это план-факт количества лидов. План-факт количества лидов. Друзья, план-факт количества лидов. Это первая цифра. Второе. Это план-факт стоимость льда. И третье. Это план-факт конверсия из льда в сделку. План-факт количества лидов. План-факт стоимость льда. И третье. Это план-факт конверсия из льда в сделку. И вот если вы сейчас своему маркетологу скажете, есть такой чувак Маринович, вот Битрикс его приглашал и он сказал, что три цифры, по которым я могу измерять свою эффективность. План факт количества лидов, он скажет да, я готов под этим подписаться. Стоимость лида, он скажет да, ну поднятно, потому что он будет запрашивать определенный бюджет, деньги делим на количество лидов, получаем стоимость лида. Причем, чтобы вы понимали, все, что я говорю, это не только про онлайн и в бизнес, так же и в оффлайне, так же и в B2B, в B2C и везде. Но вот с чем они всегда будут спорить, это про конверсию из льда в сделку. Друзья, кто согласен, поставьте, пожалуйста, шестерки, кто подтверждает, что даже на уровне здравого смысла, кто подтверждает, что на уровне здравого смысла, маркетологи будут бороться с этим, не, не хочу за конверсию в льд. Тогда я говорю, окей, я вас даже научу, друзья, как бороться с такими отмазками. Ты профессионал в маркетинге? Да, он скажет, да, я профессионал. Тогда вы ему говорите, будь добр, пожалуйста, сделай проверку, проанализируй нашу воронку продаж, посмотри, где мы теряем продажи, покажи это, не знаю, там, мы поздно отвечаем на звонки, или у нас девочка на ресепшене спит, или наш менеджер не высылает коммерческое предложение. Ну, то есть, покажи, где мы теряем лиды, где мы теряем сделки, и после этого мы эти дырки позатыкаем, и после этого ты будешь готов уже, что ты гонишь релевантные лиды, лиды, которые действительно могут у нас приводить к сделкам. Будет очень странно, если он скажет нет. Ну, значит, это такой фантазер, который хочет, чтобы ему платили за то, что он будет рисовать там красные квадраты на зеленом, красивое, типа это классный, это дизайн. Но в этом случае человек будет продолжать сжигать ваши деньги, я думаю, что однажды вам это надоест. Короче, на примере этого маркетолога я показал вам, что процифровать, процифровать, кстати, тоже, оцифровать можно любого, любого сотрудника вашей компании. А уже на основании этих цифр вы можете тогда выбирать перспективных людей, давать им новые и новые задачи, и смотреть, как они растут или останавливаются на своем уровне. Кому понятно, друзья, поставьте, пожалуйста, единички, кто понимает, о чем я говорю. То есть мы сначала начинаем анализировать эффективность, спасибо большое, Татьяна, Андрей, Павел, спасибо, круто. Мы сначала через цифры фиксируем реальную эффективность, реальную профессиональную компетентность сотрудника. И когда мы видим, что человек способен брать на себя планы и выполнять планы, тогда мы можем давать ему все новые и новые задачи, и даже те задачи, и ту работу, к которой они могут быть не готовы. И дальше смотрим, где тот предел, где он останавливается. Таким образом мы решаем две задачи. Первая, друзья, если у человека есть амбиции расти, то он не закисает, он не становится вареной сгущенкой, он не становится сбитым летчиком. А, к сожалению, такое бывает. Друзья, поставьте, пожалуйста, двойки, кому это знакомо, у кого есть на работе среди сотрудников сбитые летчики. Те, которые еще недавно зажигали так, что не уверен, что маркетолог может влиять на конверсию, не уверен, что маркетолог может влиять на конверсию, только частично, а дальше куча всего, чем он не управляет. Игорь, а я поэтому и сказал, что если это профессионал, пускай он сделает аудит воронки продаж и покажет, где мы сливаем продажи. Тогда вперед. И у него должна быть такая же завязка в своей премии, в своих деньгах на выполнение плана по продажам, как и уропа. И можете даже, друзья, записать мое любимое слово маркедажи. Друзья, маркедажи. Я утверждаю, что больше нет отдельно маркетинга, больше нет отдельно продаж. Есть маркедажи. Что это такое? Это когда маркетинг это продажи, продажи это маркетинг. И для меня очень важно, чтобы маркетолог говорил со мной языком цифр и языком продаж. Самое основное это целевые лиды. Точно, Светлана. Именно поэтому, Светлана Левенец, три показателя. Первый, план-факт количество лидов. Второй, стоимость льда. И третий, это конверсия из льда в сделку. Это нам прогарантирует, что мы получаем и плановое количество. Так, когда правильно построены продажи, маркетолог должен опираться в построении без углубления в сам продукт. Андрей, правильная идея, но маркетолог должен разбираться в продукте, твердо в этом убежден. Потому что так, продажи всегда были финальной составляющей маркетинга. Алекс, ну вот, маркетолог же по-хорошему должен греть льда. Все правильно. А высокое качество разогрева льда, Александр, это как раз сделка. Согласны? Хорошо, друзья. С этим разобрались. Сначала мы не даем людям закисать, и очень сложно потом такого сбитого летчика разогреть, чтобы он опять начал полыхать и давать результат. Если кому-то будет интересно, в конце могу рассказать несколько рецептов того, как можно разбудить сбитого летчика. Того человека, который еще 2-3 года назад горел работой, зажигал так, что небесам было жарко, а сейчас что-то скис. Ну, в общем, будут вопросы, задавайте, друзья. Так, поехали дальше, Сергей. Можно? Следующий слайд. И уже на основании оценки реальной эффективности мы тогда даем людям те задачи, на которых они уже растут, на которых они развиваются. Еще несколько примеров того, что я делаю. Когда ко мне приходит сотрудник, который начинает мне трогать голову и рассказывать о том, что никак не было возможно решить задачу, я ему говорю, кто ты? Ты проблема или решение? Я понимаю, что это звучит, ну так, не очень по-русски, но поверьте, работает очень хорошо. Ну, потому что, согласитесь, что сложно себе представить человека, который скажет, скажет, я проблема. Ну, в общем, если кто-то такое скажет, то понятно, это уже все, это клиника. Человек такой задумается, но, конечно, я говорю про ключевых сотрудников, владельцев функций особенно, те, кто руководит функциями, руководит отделами. Если же он говорит, не, я решение, все, пожалуйста, тогда приходи через полчаса с листком бумаги, на котором принеси 2-3 решения, и я уже с тобой, мы обсудим, какое решение кажется более эффективным и какие тебе для этого нужны ресурсы. А еще, если ты сам подумаешь, что тебе для этого нужно, например, там, не знаю, литр теплого молока или там 12 тысяч на командировку в Екатеринбург, да, пожалуйста, давай это обсудим. Но обоснуй, обоснуй, как эти деньги, как эти затраты будут возвращены. Поэтому еще раз, видите, вот моя любимая футболка, там, Рои, возвратные инвестиции. Я, кстати, делаю такие футболки со своими партнерами, общаюсь, чтобы они очень точно понимали, на что нацелен мой мозг. Не на отношения. Ой, как здорово, мы вчера пиво попили. Это, конечно, это замечательно. Давай мы сначала денег заработаем, а потом пиво попьем. Хорошо, вот так, вот так оно мне как-то, оно ближе. Итак, первое. Если вам кто-то пытается свою обезьянную пересадить на плечо, говорим ему вот эту фразу. Кто ты, проблема или решение? Что делать дальше? Знаете. И, опять же, на основании своего опыта, друзья, я подумал, а как вычислить вот этих людей, которые пытаются свои проблемы, свои решения, свои задачи пересадить мне на шею. И вот такую формулу. Можете ее сфотографировать. Сергей, я разрешаю презентацию выслать. 3,790. Три человека из ста – это люди с предпринимательским мышлением. Причем это не только предприниматели, но это, друзья, и те ваши, и мои сотрудники, которые, когда видят... Они приходят с решением этой задачи и даже с обоснованием ресурса, что им надо для того, чтобы решить такую задачу. Таких 3 человека из ста примерно. 7 человек из ста – это люди процесса. Это те люди, которых я называю людьми поддержки. Хотя в России к ним, к сожалению, есть такое высокомерное отношение – процессник. А в моей карте мира это чуть ли не самые главные люди в бизнесе, потому что ты можешь сколько угодно решать суперзадачи, все продавить, все доказать, все преодолеть. Но если за твоей спиной не стоят вот эти люди, которые способны каждый день держать процессы, то цена компании ноль. Ну, не ноль, но, в общем, невысокая. И более того, ты такой пошел вперед, а компания упала. Именно поэтому все, что связано с бизнес-процессами, с автоматизацией контроля бизнес-процессов – это настолько для меня актуальная задача. И можете записать, друзья, мою личность. Да, все, я здесь. И можете сказать, мою любимую фразу «Есть CRM – есть бизнес, нет CRM – нет бизнеса». Это просто на 100%. Потому что если у вас нет прописанных процессов и нет автоматизированного контроля исполнения процессов, то вы обречены на то, чтобы постоянно вот это всех, этого пнуть, этого гнать, этого метелкой, этому позвонить, этому написать, а за этого сделать. Я так не хочу. Хотя могу вам сказать, что можно без этого обойтись, но в этом случае начинается такой вьетнамский синдром. Друзья, кто знает, что такое вьетнамский синдром? Поставьте, пожалуйста, плюсы. Коллеги, кто знает? Так, значит, вьетнамский синдром – это, друзья, такая штука смешная. Значит, вот есть вьетнамская семья. Там прабабушки, бабушки, дедушки, внуки, сыновья, племянники. Короче, огромная вьетнамская семья. И вот они делают, например, 200 крокодиловых сумочек в месяц. 200. Так вот они никогда ничего не сделают для того, чтобы сделать там 203-ю или 205-ю крокодиловую сумочку. Знаете почему? А потому что им не надо нарушения обычного уклада жизни. Вот им нормально, комфортно делать 200 сумочек в месяц. И я могу вам сказать, что тоже нормально. Нигде не написано в Конституции Российской Федерации, что предприниматель обязательно должен все систематизировать. Просто если у вас стоит задача развиваться, то тогда без систематизации, а именно без прописания процессов и автоматизированного контроля исполнения этих процессов, ну, не будет никакого развития. Не будет. Пример хотите? Видите, в прошлом году, в апреле мы с моим товарищем запустили очень сложный и такой многосоставной продукт с очень большим чеком. 350 тысяч евро. Представляете себе? 350 тысяч евро. И вот у меня есть всегда такое правило, что я в конце месяца собираю всю команду маркетологов, продавцов, и мы с ними разбираем результаты месяца. Выполнили, не выполнили, почему. И, как правило, это удаленные сотрудники, потому что сейчас в большинстве случаев уже не важно и не нужно, чтобы сотрудники были в офисе. Они прекрасно работают в удаленном формате и тотальная цифровизация всех, прописание процессов и работа в серверной системе позволяет эффективно управлять сотрудниками, даже если он в соседнем городе или там в соседнем районе. Ну и вот одна барышня мне говорит, представьте себе, это было в понедельник, она мне говорит, нет лидов и поэтому никто ничего не покупает. Лидов нет. Ну ладно, думаю, хорошо. А там интересная вещь в серверной системе есть. Я ей через полчаса, это было в понедельник, я ей через полчаса прислал два принтскрина. И первый принтскрин, это что за месяц на нее было распределено 340 лидов. 340 лидов на нее было распределено за первый месяц. Причем это, как вы понимаете, были дорогие лиды, потому что огромный чек и дорогие лиды. 340 лидов. Настройка была сделана таким образом. А в серверной системе есть такая функция в битриксе, что если на 19-й минуте, 59-й секунде менеджер по продажам не подхватил лид, то лид перетекает к следующему менеджеру. Там на 5 минут и потом уже к ропу. Вот. Так вот я ей прислал первый принтскрин, что на нее за месяц было распределено 340 лидов. А второй принтскрин был еще интереснее. Я ей прислал принтскрин, что в среднем она в серверной системе была 27 минут в день. Друзья, 27 минут в день. Итак, внимание, вопрос. Кто правильно ответит, получит от меня книгу «Как создать эффективную команду с моими граблями». Друзья, вопрос. Как вы думаете, когда я это прислал? Вот я это прислал в понедельник после нашего менеджерского собрания. Как вы думаете, во вторник, во вторник, что она сделала? Так, друзья, после нашего менеджерского... Елена, она абсолютно спортавта, она просто не вышла на работу. Она просто не вышла на работу. Она просто не вышла на связь. Абсолютно, друзья. Ну, да, я все. Сергей, я в правильном месте с правильными людьми. Абсолютно точно. Она просто не вышла на работу. Ну, потому что она поняла, что у нее не получится мне вот эти вот сказки рассказывать и получать небольшой, но стабильный оклад. А что здесь действительно придется вдробовать. Так что 3,790. Три человека и ста – это люди с пониматическим мышлением. Семь человек и ста – это люди процессов, которые поддерживают эти процессы. И для этого, друзья, нужно им дать эти документы. Хотя бы четыре основных. Так, кто мне может помочь? Дмитрий Денисенко или Елена Поязкова? Будьте добры. Напишите, пожалуйста, четыре основных. Не, гайк. Не забуду. Я пришлю Сергею. Я пришлю Сергею, и она вам всем разошлет. И все такое, потому что не обмануть. Что делать? Андрей, вот это вот супер вопрос, что называется, не бровь, а зрачок. Сейчас тоже об этом расскажу. Так вот, для этого нужно прописать четыре основных процесса. Хотя бы с этого начать. Как мы делаем маркетинг? Прописать, друзья, не проговорить, а прописать. Сначала на листке бумаги, желательно в графическом виде. Еще и в той нотации, которую потом автоматизатор сможет автоматизировать в серой системе. Значит, процесс маркетинга. Как мы делаем маркетинг? Второе, как мы делаем продажи? Третье, как мы делаем продукт, услуги, товар. Вот все, что связано с продуктом. И четвертое, как мы управляем финансами? Начните хотя бы с этих четырех основных процессов. Это вам уже даст 90% эффективности. Вы уже точно за 2-3 месяца начнете расти. Хотя бы потому, что перестанете терять деньги на неэффективной работе ваших сотрудников. Вы же понимаете, что когда все прозрачно, когда у человека есть понимание, за что он отвечает, с кем он взаимодействует, что кому он должен переслать. И это, более того, контролируется через CRM-систему. Вот как с этой барышней. То все очень быстро становится понятно, кто эффективный, а кто вам продает имитацию бурной деятельности. Кто супер продавец вам ИБД. Имитацию бурной деятельности. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсы. Кто понял? Значит, процессы прописываем, автоматизируем. И после этого, да, я заранее вас предупреждаю, друзья, абсолютно точно, вы получите интересный эффект, что в ближайшие 2-3 месяца станет понятно, что делать. И вот что делать с такими? Вот сейчас я дальше об этом расскажу. Книгу еще раз я Сергею пришлю. Или можете, друзья, мне написать в WhatsApp. Плюс семь девятьсот девяносто девять ноль двадцать шесть двадцать девять тридцать. И в WhatsApp тоже я вам вышел. Это бесплатно. Битрикс, респект. Я знаю, что сюда приходят всегда в практике. Они вот эти искатели волшебных палочек. И поэтому готов делиться своими инструментариями. Сергей, можно следующий слайд? А девяносто, друзья, это, ну, это понятно. Это те люди, которые ищут ответ на вопрос, кто виноват. Девяносто процентов всех людей, это люди, которые такие, люди-кораблики, которые хотят кому-то вручить ответственность за себя. И получать стабильный, пусть маленький доход, которого никогда не хватает, но стабильный, зато стабильный доход. Ну, вот стабильный. И вот в Экарте Немира у них всегда есть понимание, кто виноват, кто виноват из-за того, что они мало зарабатывают. Плохая погода, кризис. Я виноват, потому что мало плачу. Вы виноваты, потому что вы мало платите. Так вот, друзья, раскрою вам страшную тайну, что делать с вот этими людьми-корабликами. Коллеги, кому интересно, что делать с людьми-корабликами? Или идем дальше по менеджерам. Так, да, поехали. Значит, вот с этими девяностыми, друзья, работает только одно. Потому что когда они начинают вам рассказывать про то, что они мало получают денег, в вашей картине мира, так, ну, делай лучше работу, делай больше работы, ты будешь больше зарабатывать, вот тебе 3%, и на этих 3% больше заработаешь. Они кивают головой, и что потом? Что потом, друзья? Ничего не происходит. Потому что в его картине мира, то, что он жалуется, что ему мало денег, это не значит, что он должен работать больше или эффективнее. Это значит, что вы с какого-то перепуга должны ему больше платить. А мой принцип состоит в том, чтобы его привязать к реальным результатам. И поэтому я всегда утверждаю, что есть 3 главных зла в мире. Можете записать. Это сахар, это, так, сахар, ага, кабинеты и оклады. Почему кабинеты? Потому что когда люди сидят по кабинетам, между собой не взаимодействуют, сразу теряется половина всей эффективности. Поэтому всех обязательно завязать в CRM-систему. И идеально еще и посадить в open space, если все-таки нужен действительно офис. Сахар – это вред, кабинеты – это вред, и оклады. И вот это как раз то, что позволяет контролировать работу вот этих исполнителей, линейных сотрудников, прописать процессы и автоматизировать контроль. Прописать процессы и автоматизировать контроль. А вот это зажигать перед ними мотивацию и плясать танцы с бубном, что если ты больше продашь, вот тебе 3%, ты больше заработаешь – не работает. А вот меня интересуют всегда те 10%, вот эти 3,7% – люди с предпринимательским мышлением, люди поддержки, которые ищут ответ на вопрос «что делать?». И вот искать таких людей – это то, чем я ежедневно занят. Искать, увлекать, вовлекать, зажигать их тем, что у меня крутой продукт, у меня крутая идея. Это вот моя задача и это ваша задача. Помните, три основных должен руководителя компании – это развивать компанию, искать ресурсы и создавать команду. Если у вас нет суперидеи, то пришло время для того, чтобы подумать, как вы можете свой бизнес таким образом развернуть или даже не разворачивать, но придумать новый продукт, чтобы стать лидером на этом рынке. Помните, я обещал вам несколько ресурсов, где вы можете такую информацию получить. Друзья, кому интересно, где брать информацию, какие новые бизнес-модели могут быть вами? Ага, пошло, поехали. Значит, первое – это мой любимый VC.ru. Не ВК, а VC.ru. Сергей, можешь сюда разместить? VC.ru. Друзья, кто из вас читает VC.ru? Это абсолютно практический сервис, в котором вы каждый день можете читать те новые бизнес-модели, новые продукты, новые услуги, новые товары, где, в каком городе, что сработало. И можете что-то для себя присмотреть, такого, что в вашем городе не делает еще никто. Каждый раз, когда я запускаю что-то новое, вы не представляете, сколько людей, которые мне говорят, что зафигня, зачем это надо, потом они говорят, что-то в этом есть. А потом они говорят, ну, типа, это очевидно. Только ведь понимаете, какая штука? Если это очевидно, то уже прошло два года, и уже всем очевидно. И поэтому запускать новые продукты, новые сервисы, новые товары с высокой маржой, это как раз одна из ваших основных функций. Вот вам пример, а что же делать. VC.ru. Еще очень люблю такой сервис, techcrunch.com. Сергей, будь добр, размести, пожалуйста. Так, Александр Масидзе. Ну, смотрите, если вам нужны примеры, как прописать процессы, то, пожалуйста, у меня есть несколько документиков. Например, это я делал для своих друзей, помогал им, компания после гарантийного сервиса. И мы там сделали на одной страничке график работы, не, регламент работы мастера приемки автомобилей. И там вот, если то, графически на одной страничке очень четко понятно. Могу несколько документиков таких тоже прислать. Ну, я уверен, что если вы Сергею напишите, то там точно кладезь таких примеров этих самых процессов. Пожалуйста, пишите и точно что получите. Сергей, будь добр, vc.ru, прости, techcrunch.com. Очень, да-да-да, очень классный сервис. И там, друзья, вы всегда найдете, ну, если в VC там больше оффлайновые, то в TechCrunch больше онлайновые. Вы найдете информацию, кто какой сервис, где запустился, кто сколько инвестиций привлек, кто как растет. И очень вам советую поглядывать туда каждый день. Даже если вы английским не владеете, ну, что ж, Яндекс.Переводчик вам в помощь. Еще очень для тех из вас, кто торгует товарным бизнесом, найдите, пожалуйста, в интернете есть такая всемирная выставка в Гуанчжоу. Друзья, кто был во всемирной выставке в Гуанчжоу? Это просто невероятно. Она просто, она огромная. Поставьте единицы, кто был в Гуанчжоу. Это просто, ну, она просто огромная. Там ты день потратил на то, чтобы пройти, прошел пять минут. И там просто... Татьяна, подтверждайте, что она просто огромная? Там все есть. Если вы ищете летающий утюг, который поет песни и делает массаж шеи, то просто... Да, Татьяна. Вы знаете, Александр, значит, смотрите. Не знаю, как там сейчас китайцы выпускают или нет, но можете найти в интернете онлайн. Онлайн выставку в Гуанчжоу. И вы там всегда найдете интересные товары, которых еще никто не продает. Например, у меня есть ученик. Он что делает? Он вообще раз в год привозит какой-то новый интересный товар, который оттуда притаскивает. Причем не сто тысяч штук, а две-три штуки выставляет на продажу. Смотрит, продается, не продается. И после этого уже начинает таскать большими партиями. Так было, например, с роботами-пылесосами. Он первый, кто привез в Россию роботы-пылесосы. Я тогда руководил одним из клонов Группорна. Вот он пришел с этим роботом-пылесосом. Мы его поставили на продажу за 500 долларов, как сейчас помню, в рублях. Посмотрели. Оба! Там за буквально полминуты продалось. Он такой, ух ты! Принес еще два. Опять продали. И все. И после этого он год занимался роботами-пылесосами. И когда туда набежали конкуренты, и цены начали падать, и маржа начала падать, он тогда пошел, помните, часы-трекеры для детей. Ну, когда по ребенку Григорий зачем? По почте в электронном виде. В книге в электронном виде, друзья, пожалуйста, всем мы разошлем. Пожалуйста, тут, ну, вот, 8999-026-2930. Мой номер телефона. Вот. Так что, пожалуйста, напишите, и бесплатно вышлем это 026-026-2930. Вот. Но Сергей Клюшов с радостью вам вышлет книгу, и вы там многие вещи для себя получите. Так, Гуанчжоу, ну, не всем же хочется продавать, хочется производить. Лариса, я понимаю, но если вы будете производить и не будете продавать, то тогда это все просто либо никому не надо, а зачем делать то, что никому не надо. Либо это такая половина бизнеса. Так что, если вы не любите продавать, то производите, но создайте функцию продаж, а контролировать эффективно продажи, логистику, производство в том числе, без, так, у нас все есть, мы сделаем рассылку. Ага, Сергей, договорились. Но контролировать производство, логистику, продажи, маркетинг невозможно, друзья, невозможно без того, что у вас не будут прописаны процессы, потому что иначе люди вам будут говорить, так а я что, я делаю, как умею. Поэтому документ, подпись, обучение, внедрение и контроль через CRM-систему. Поэтому я всегда откликаюсь, когда Bittrex меня приглашает, для того, чтобы я рассказал о том, что я реально делаю. И всегда, всегда, хоть два человека у меня, первых сотрудников, сразу пишу, кто за что отвечает, структура, процесс прописываю, чтобы мне не убивали мозг, а я не знал, мне не сказали. И CRM-систему. Bittrex очень классный. Да. Друзья, там, кстати, в Bittrex есть еще одна очень прикольная тема. Tasker. Друзья, кто знает, что такое Tasker? Поставьте плюсы. Tasker. Там, понимаете, какая штука? Есть задачи, которые решаются системно, процессно, а есть задачи, которые бывают разовые или такие творческие. И вот Tasker, он очень хорошо в этом помогает. Это задачник, в который вы можете забрасывать задачи и переводить из статуса в статус. Очень полезная штука, чтобы больше никогда ничего никто не забывал. Так, Сергей, сколько у вас есть времени, я могу об этом бесконечно. Будь добрый, сориентируй меня, пожалуйста. Я знаю, что у тебя еще есть интересный контент. И чтобы я не залез на твое время. Да, да, да. Мы с тобой договаривались на 50 минут. Сейчас прошло 50 минут. Так что, если ты готов заканчивать, я готов перенимать микрофон. Будь добрый. Дай мне, пожалуйста, еще 2 минуты, чтобы я... Да, да. Я бы тебе еще вопросики поздавал. Тут есть некоторые вопросы. Так что 2 минуты даю, потом несколько минут на вопросы и... Давай так, мы успеем. Мы успеем. Давай, я сейчас одну очень важную вещь расскажу. Друзья, значит, смотрите. Еще частый вопрос, который мне задают. Маринович, как лучше мотивировать людей? Друзья, можете записать любимую формулу мотивации Мариновича. Поиск эффективной мотивации – это попытка исправить ошибку найма. Мы сначала набираем вареных сгущенок, а потом думаем, как их зажечь. Друзья, мой опыт говорит о том, что вареная сгущенка не летает. Ну, точнее, конечно, летает, если ее пнуть. Но недалеко. Поэтому изначально для меня важно находить тех людей, которые не умеют не работать, которым нравится. А уже вот такого человека замотивировать – вот это да. Вот это уже и круто, и возможно, и точно, что эффективно. Но это еще огромная тема. И Андрей, Сергей, будь добр, дружище. Там вот есть запросы от Андрея, Людмила, Надежда, Ольга, Владислав, Исаев. Может быть, что сделаем с Битриксом? Такой комментарий я расскажу сочетание денежных мотиваций и вот этих моральных. А ведь это работает. Отдельно деньги не работают и отдельно нематериально не работает. Вот как их сочетать, переборщить, тоже про свои грабли, ошибки, свой опыт готов буду рассказать. Самый последний слайд, можно? Самый последний. Он очень важный. Очень важный. Он прям очень сильно важный. Самый... О, Боже, сколько тут еще всего, но... Да-да-да-да. Значит, друзья, есть мой любимый философ Мираб Мамардашвили. Вот он. Да-да. Где рыбка? Где рыбка? Вот. Это 33-й, 34-й. Есть такой великий философ Мираб Мамардашвили. И он... Я его глубоко изучаю. У него есть моя любимая фраза. Мир это зеркало. Что ты в мир даешь, то мир тебе и возвращает. Коллеги, кто согласен? Поставьте, пожалуйста, семерки. Кто согласен? Что в мир даешь, то мир и возвращает. И вот эта моя любимая золотая рыбка... Вот фотографируйте ее, моя любимая золотая рыбка. Это как раз вот этот символ. Какая голова, такая и рыба. У головы щуки не бывает тела карася. А у головы карася не бывает тела щуки. Поэтому, если вы хотите изменить свой бизнес, начните, прежде всего, с себя. А уже правила, которыми я сам пользуюсь, я вам рассказал. Все осистематизировать, все оцифровать, все прописать, автоматизировать контроль исполнения этих процессов и заниматься развитием. Сергей, я все сказал. Спасибо тебе большое. И мы обязательно тебя еще позовем, потому что я вижу. Ну, как бы и так всегда было. Владимир Маринович, это совершенно точно бескомпромиссный спикер, который совершенно точно всегда вызывает кучу интереса. Спасибо тебе за это большое. Я сейчас быстренько пролистаю вопросы. Спасибо за доброе слово. Чтобы было, чтобы понять, на какие ты не ответил, может быть, в процессе. Так, отмазки, все, вышлем. Я записал все, что ты пообещал после вебинара. Да, я пришлю тебе списочек, и мы специально для всех скажу. Мы соберем одно письмо, куда все материалы сложим, там, или ссылочки на них. И, соответственно, вышлем всем участникам вебинара. Так что не переживайте, вам на почту все обязательно отправится. Так, так, так. Вот тут про продуктовый подход. Как вы считаете, важен ли сейчас продуктовый подход в развитии компании? Гипотеза, действия, данные, выводы. Но, мне кажется, ответ на этот вопрос уже был. Отлично, да. Потому что, мало того, давай так, мой бизнес-бог, да. Друзья, я еще раз, это, ну, это такое символическое слово, это не про религию. Мой бизнес-бог, да. Это слово тест. Столько раз меня Сергей спрашивает, Маринович, куда идти, чтобы там, типа, точно деньги? Друзья, я знаю только одно. Те проекты, которыми я руководил, которые оказались успешны, все про них знают. Знаешь, там, Улыбка Радуги, Единый Центр Документов. Слушай, там ветер бумажки носил, а сейчас там в день, в день 22-25 тысяч человек услуги получают. Или Гетты, или вот сейчас сеть глэмпингов, цифровые кочевники. Про эти проекты все знают, но никто не знает, что перед каждым из них у меня было еще 3-4 могилки на бизнес-кладбище. Понимаешь, да? Например, все знают про Гетт, а никто не знает про издательство детских книжек. Сереж, можно 15 секунд? Представь себе детская книжка электронная, там, про Колобок. Вот он, как мультик, а ребенок, например, касается Колобка, и Колобок начинает танцевать и петь песенку. Я Колобок, буква К, я Колобок, буква К, я ушел от дедушки, буква Д. То есть и развлечение, и мультик, и обучение. Круто! Ты не представляешь, сколько денег мы запалили с Елизаветой на... У нас там, не знаю, штук 15 мы этих книг сделали. Слушай, можно было купить там, не знаю, 5 новых Мерседесов. Не взлетело. Сергей, не взлетело. И, ну, это, кажется, случай, лошадь сдохла, слезай. Поэтому тест, тест, тест. Если прямо сейчас не приносит деньги, перехожу к следующему проекту. Один последний вопрос, на мой взгляд, он очень любопытный. Виталий спрашивает, как долго держать цель, которая невыполнима длительное время? Ну, Эйнштейн сказал, на мой взгляд, ответ на этот вопрос. Безумие – это делать одно и то же и ожидать другого результата. Вот, поэтому, друзья, Битрик тем и славен, что он приглашает таких людей с граблями. Знаешь, как ежики. Знаешь, что меня объединяет с ежиком? Ну, у ежика и у меня, ну, спина в колючках. Просто у него от природы, а у меня от граблей. И вот мы делимся своими колючками, своими граблями, друзья, чтобы вы уже сами на себя соизмерили. Но, конечно, сделать анализ, сделать системный анализ. Что, как, и там начинается аналитика. И, опять же, через цифры. Причем, Сергей, понимаешь, какая проблема? Все, когда меня видят, думают, о, какой прикольный, энергичный чувак. Быстро говорит, шутит, веселый и так далее. А то, что я конченый цифровик, просто папа и мама так сделали, что у меня цифры, ну, они сочетаются еще и с умением интересно рассказывать. Но ответ, конечно, ключевой – залезать в цифры и смотреть. Количество чеков, средний чек, маржинальность, динамика, like to like. Ну, пожалуйста, друзья, здесь есть мой номер телефона. Можете написать свой запрос. Если вам будет интересно, помогу вам разобраться. И у меня есть для этого пять блоков, как я анализирую любой бизнес. В общем, это особая тема для очередного вебинара. Как вовремя слезть с дохлой лошади. Давай, запишем, запишем. Все, отпускаем тебя, Владимир. Спасибо тебе еще раз большое. От всех слушателей тебе огромный жирный лайк. И до новых встреч. Ребята, спасибо вам большое за то, что приглашаете. И тем более, когда наносишь непопрямимую пользу, это улучшает мой счет в карме где-то на небесах. Так что приглашаю почаще. Всего вам доброго, друзья. Пока. Уважаемые слушатели, я, прежде чем, во-первых, не отключайтесь, мы еще не закончили. У нас еще есть полноправные 30 минут, которые я потрачу. Ваши, которые я потрачу немножко еще на следующую тему касательно практически всего того же, о чем мы говорили с Владимиром, но уже в разрезе некоторой практики инструментов. Я единственное, что хотел сказать еще секундочку про Владимир, это то, что, пожалуйста, посмотрите на его социальные сети, подпишитесь. Здесь вот есть его аккаунт в ВКонтакте, но и в других сетях Владимир очень много участвует. Пять минут перерыв всегда. Можно, Юля, ничего сверхъестественного за пять минут не произойдет. Просто моя рекомендация. Я подписан на Владимира везде, где только можно, и всегда с удовольствием смотрю и слушаю его сторис. Он в сторис очень много интересного рассказывает из вот такой вот реальной жизни, кейсов, каких-то ситуаций жизненных, бизнес-ситуаций и так далее. В общем, от себя крайне рекомендую. Так, пока я тут переключаюсь, скажите мне, а что у нас со звуком? Сегодня я вижу, звук немножко плавает в зависимости от разного вида микрофонов и так далее. Надеюсь, что сейчас будет все хорошо. А я пока переключусь на свою презентацию. Мы с вами немножко поговорим про так называемый цифровой менеджмент. То есть, по факту, все то, о чем говорил Владимир, мне самому лично очень близко. Не просто так. Я сегодня вместе с ним на этом вебинаре. Но и много вопросов всегда возникает. Вот мы говорим, ну окей, так теория, как бы все окей, как это вот все в реальности. И я немножко со своей стороны какие-то моменты сейчас продолжу, подкреплю. И мы немножко поговорим о том, как это применяется. Вот в частности, в том числе с помощью наших инструментов. И, собственно, потихоньку к делу. Вообще, говоря про вот эту вот командную составляющую, да, то есть, мы все хотим, чтобы у нас, как бы, сотрудники, люди, с которыми мы работаем, были, ну, если не идеальными, то близкими к этому. И мы прекрасно понимаем, что, ну, идеальных людей не бывает. Люди, наверное, бывают идеалы, у каждого рискают свой идеал. Но они в реальной жизни часто несколько разочаровывают. Но суть не в этом, суть в том, что мы можем определить несколько критериев, которые, на мой взгляд, могут описать, грубо говоря, человека, скажем так, некого условного сотрудника, который был бы близок к идеалу. То есть, если бы он был ответственным, быстрым, презентабельным, лояльным, компетентным, пунктуальным, ну и так далее. То есть, много здесь можно всяких, для каждого какие-то свои здесь добавятся, там, вежливый, там, например, или харизматичный, еще что-то, да, то, что важно в его роли, какие-то такие прилагательные, которые будут вот для конкретного человека что-то в конкретный момент значить и делать его близким к идеалу. Но совершенно точно мы знаем, что таких людей, во-первых, не существует. Если вы такого нашли, то не зная, что сделать, отобрать паспорт, приковать к батарее, он боится, что он сразу перестанет быть таким идеальным. Поэтому ничего не поделать, нам нужно как-то выравнивать эту ситуацию, да, то есть нужно сделать так, чтобы средний или ниже среднего, или чуть выше среднего уровень компетенции, уровень вот такой идеальности сотрудника, он в компании у нас постепенно выравнивается. Потому что мы знаем, что богатыри — это хорошо, да, богатыри там в компании — это круто, потому что они могут давать хороший результат, они могут тащить за собой коллектив, они могут какой-то момент становиться лидерами и так далее, это здорово. Но мы знаем, что воины убеждает регулярная армия, да, то есть, грубо говоря, важно, чтобы все были выучены, обладали должным инструментарием для работы и выполнения соответствующих задач и, соответственно, делали все так, как нужно. И здесь как раз речь идет о некотором инструментарии. Ну, давайте посмотрим о том, что вообще, как бы, что влияет внутри человека на то, чтобы приближаться к некому идеалу сотрудника. Ну, очевидно, есть определенное желание, да, на это мы, кстати, очень слабо можем повлиять, если человек не хочет быть хорошим человеком, то заставить ему никак не получится. Но у нас есть два других пункта, на которые мы, собственно, можем повлиять. Мы можем повлиять на мотивацию, то есть на то, чтобы он, на то, чтобы у него, скажем так, возникало желание в соответствии с тем, что ему за это светит. Грубо говоря, и здесь речь, конечно, не только о деньгах, и в первую очередь не о деньгах, а о другого рода историях. Мы сейчас о них поговорим. И знание навыки, ну, здесь, кажется, вообще все довольно просто. Если есть первое, то со вторым мы можем поработать, а третье, собственно говоря, тоже для нас вполне понятный рабочий инструмент. Уж научить-то и привить навыки мы, в общем-то, в большинстве случаев умеем и можем это сделать. При этом, при этом, вот одна из моих любимых фраз на тему того, как мы, собственно, управляем людьми, вот ее произнес, это вроде как даже не легенда, а реальный факт, замечательный человек, Сергей Петрович, как это был, который говорит, что рукой значит не мешать хорошим людям работать. Так вот, еще раз, наша задача, к сожалению, мы не можем взять всех людей хороших, да, хотя каждый человек, естественно, хочет работать с хорошими людьми, каждый человек хочет быть хорошим человеком, чего уж там говорите, хорошим сотрудником, и у всех это получается. Наша задача сделать так, чтобы у всех все получилось. И для этого нам нужно, собственно, создать такие определенные условия, в которых все хорошее влюбит, да, это сейчас звучит очень абстрактно, но, скажем так, все лучшие навыки, лучшие внутренние мотивы, стремления, да, они будут реализовываться, а все, где у людей может возникать слабина, какая-то некомпетентность, какие-то недостатки в его характере, личности и каких-то других таких историях, которые важны для нашей работы, да, они будут, наоборот, уменьшаться. Вот, собственно, это наша с вами задача, вот такие условия, собственно говоря, создать. На мой взгляд, здесь есть очень понятные шаги, как этого добиться. Первое, нам нужно создать некоторую среду общения, да, то есть среду, в которой наши сотрудники, во-первых, будут коммуницировать. Вот, как Владимир сказал, да, посадить их в OpenSpace, дать возможность между собой коммуницировать. То есть, если мы не можем посадить в OpenSpace, нужно создать виртуальную среду для коммуникации, в частности, например, сейчас об этом поговорим, о современных средствах коммуникации. Но здесь даже вопрос не в том, чтобы просто создать среду, вот я всех посадил, вот вы теперь там сами работаете. Или вот я вам дал портал, вот вам Bitrix24, вы там сами разбирайтесь, общайтесь, там, вот у вас же инструмент есть, но разговаривайте, что вы там не разговариваете, почему вы не общаетесь? На самом деле очень важно еще и создавать культуру вот этого взаимодействия. А для этого нужно прямо ставить перед собой и решать целый ряд конкретных задач по тому, как людей вовлекать в коммуникацию, как выстраивать между ними вот эти культурные взаимоотношения, да, то есть чтобы они друг с другом делились. Ну, то есть где-то нужно показывать пример, например, руководители подразделений или руководители отделов или собственник, или там руководители компании сам постоянно пишет или рассказывает, ну, в случае с онлайн-средой пишет, в случае с оффлайн рассказывает какие-то новости, что происходит в компании, каких достижений, то есть какая у нас ситуация с планом, что у нас там с новыми контрактами, новыми подрядчиками, новыми клиентами и так далее, да, то есть постоянно держит в курсе и показывает своим примером, рассказывает о своей работе, о работе компании всех. Во-первых, это дает офигенную прозрачность, в том смысле, что все понимают вообще, что происходит в компании, куда она движется, как она работает, какие у нее цели, стратегии и так далее, что, естественно, точно не будет плохо. Во-вторых, это показывает пример, и люди тоже начинают делиться своими достижениями, достижениями своего подразделения, показывать, какие есть трудности или, наоборот, успехи, и друг с другом делиться, и это добавляет огромную прозрачность и понятность в компании, да, то есть люди привыкают отдавать знания и, соответственно, обмениваться им. Помимо просто рассказов, да, у нас еще может быть такая понятная история, нам нужно как-то знания копить и передавать, да, мы не можем это делать офлайн, практически не можем, хотя на самом деле есть очень хороший инструмент, периодические внутренние лекции, то есть если у вас достаточно компетентных, экспертных людей в компании, хотя, ну, опять, любой человек, который долго работает или руководит каким-то подразделением, он обычно уже эксперт, ему всегда есть о чем рассказать. Ну, вот в нашей компании, например, не реже раза в месяц происходят такого рода небольшие встречи, где один из руководителей или топ-менеджеров, да, рассказывает о своем направлении, о каких-то своих умениях, навыках, о том, что происходит, как он выстраивает работу, почему у него происходят вот так, а не вот так, какие процессы есть, как они автоматизированы и так далее, да, просто рассказывает о том, как он работает, что у него происходит, как выстроена работа. И на эту лекцию приходят те, кому интересно, кому близка вот эта история. Это может быть вот так в оффлайн-формате, это может быть в онлайн-формате, когда мы собираем в виде базы знаний какие-то навыки, какие-то истории того, что происходит, как выстроен тот или иной процесс и сохраняем в системе. И таким образом мы в любой момент даем доступ всему нашему коллективу к какому-то кусочку знаний и навыков, которые происходят в компании. И это очень важно. И новичков мы очень быстро можем втягивать в организацию, да, за счет того, что ему всегда доступны, по сути, свежие мануалы по работе. Второй пункт – это инструменты. То есть нам действительно нужно дать удобные современные инструменты нашим сотрудникам, чтобы они могли нивелировать свой человеческий фактор, забывчивость, какую-то необязательность еще, какие-то там скрытые тайные проблемы, которые они хотят где-нибудь закопать, замести и так далее. Вот это вот все, чтобы мы нивелировали. Мы даем рабочий инструмент. Туда входит CRM-система, туда входит таск-трекинг, туда входит среда коммуникации, рабочие отчеты, аналитика и так далее. То есть то, что, собственно говоря, помогает нам, помогает людям не доходить до ситуации, когда они что-то куда-то могут запрятать, замести под ковер там и так далее. На самом деле и не копить проблемы. То есть очень плохо, когда там одно замел, второе замел, третье там вроде как не обратили внимания. Ладно, это все накапливается как снежный ком, и в итоге человеку ничего не остается, кроме как уйти, потому что ну все, полная, как говорится, засада. Вот, поэтому вот прозрачность инструментов рабочих, она, собственно, позволяет этого избегать, и людям от этого комфортнее, потому что, ну, случился косячок, ничего страшного, как бы все увидели, его разрулили, выводы сделали, пошли дальше. А как если каждый следующий косячок где-то незамеченным проскочил, то это вот накапливается в такую историю. Ну и третье, собственно, показатель эффективности, да, то есть нам нужно теперь, это важно, да, то есть вот те цифры, о которых там Паладимир говорил, вообще те цифры, которые нам всегда важны, ведь это на самом деле довольно большая задача. И для людей, если они не имеют цифровых инструментов рабочих, создавать отчеты, показывать свои цифры, зачастую это целая большая работа. И сегодня нужно выстраивать бизнес таким образом, чтобы этой работы не было, чтобы любая система и рабочий инструмент, с которым работает человек, автоматически собирал все цифры, которые нужны, и в любой момент в режиме реального времени показывал руководителя. Тогда люди работают и добиваются результатов, а руководитель в любой момент может посмотреть и держать руку на пульс. Вот если здесь эта цифра его сейчас больше беспокоит, он на нее там чаще смотрит и обращает внимание, и следит, и как бы воздействует на нее, влияет. Если там эти цифры сейчас ок, их можно там не смотреть, но они всегда под рукой. И вот это вот очень важно, очень важные три момента, которые, на мой взгляд, нужно сегодня в компании выстраивать. Давайте как это выглядит. Для тех, кто там не выстраивал сюда работу внутри корпоративного портала, часть Bitrix24 – это, собственно, вот такая лента, лента коммуникации. То есть у нас с вами есть некий аналог социальной сети, внутренней социальной сети, где нету там ничего лишнего, нету там, ну, или, по крайней мере, от этого можно всегда отписаться с мемчиками. Хотя, на самом деле, часто неплохая история иметь какие-нибудь развлекательные группы на портале, где иногда по пятницам, какие-то специально отведенные для этого дни и время, можно там расслабиться, почитать что-то, обливать что-то интересное, смешное, ну и так далее. У нас, например, в качестве вот такой развлекухи каждую пятницу публикуют ребята различного рода загадки и головоломки. Там иногда такие сложные, что, честно говоря, думаешь, что человек будет полдня сидеть разбираться, но у нас ребята все очень умные, образованные разработчики и программисты, они быстро там как орешки щелкают, очень интересно даже просто почитать, посмотреть. Вот. Это тоже хорошо, но все-таки в первую очередь рабочий инструмент. Мы там публикуем новости, отчеты о мероприятиях, мы пишем там о проблемах, о задачах, с которыми сталкиваемся, где нам нужно мнение нескольких людей. И это вот формат совещания, но формат такой онлайн. Да, когда мы вкинули какую-то идею, мысль, обсудили ее, приняли какие-то решения, мы написали о какой-то проблеме или там задачи, с которой сталкивается компания, и мы можем здесь пообсуждать, принять какое-то решение, поставить конкретные задачи и их выполнить. Также здесь целый ряд различного рода HR-инструментов, инструментов для планирования, ну и так далее. Это все как бы единое рабочее пространство, в котором, собственно говоря, мы с вами работаем, в котором все коммуницируем и точно знаем, куда пойти за информацией, где поискать, собственно, и найти то, что вам нужно. Вторая составляющая вот этой всей среды это, собственно, сами коммуникации. Это то, к чему мы все привыкли. Видеозвонки, видеоконференции, мессенджер, в котором мы в режиме реального времени переписываемся, создавая групповые чаты, чаты там по каким-то проектам или направлениям, по конкретным задачам или просто один на один общаемся с коллегами для того, чтобы принимать быстро решения, не разбегаясь, не собираясь для этого каждый раз в каком-то месте, одном там, выдирая куски времени, чтобы вот всем собраться именно в этот момент. Это все можно делать онлайн сегодня, это все просто и понятно. Вот про трекинг. То, что, на мой взгляд, сегодня просто must-have для любой компании, какой бы она ни была, IT, не IT, производственная, продажная, продающая, правильно сказать, и так далее, на самом деле не важно, потому что задачи есть всегда и у всех задачи, поручения, проекты развития, просто проекты, реализация тех или иных услуг или работы для клиента и так далее. Все это сегодня можно и нужно и очень важно цифровать и превращать в цифровые задачи. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто уже использует цифровые задачи, а минусики те, кто пока не перешел к этому, то есть кто не использует цифровое менеджмент, так называемое. Я вижу, что плюсиков много, но минусики тоже есть. Давайте мы немножко порассуждаем о том вообще, о чем идет речь. И здесь очень важно, на мой взгляд, следующая ситуация. Не вдаваясь глубоко в функционал системы и так далее, я скажу, что, во-первых, есть очень много вариантов представлений того, как мы можем работать с задачами, потому что задачи очень такой многогранный многогранный инструмент. Он, с одной стороны, очень простой. Просто поставьте задачу, зафиксируйте поручение, зафиксируйте конкретную цель, с чего надо добиться и как нужно сделать. Обозначьте, кто ответственный и в какой срок должно быть сделано. Казалось бы, все очень-очень просто. Но даже такое простое действие, когда вы просто поставили задачу, зафиксировали ответственного и определили крайний срок, уже решает огромный пласт проблем. Когда одно дело, вы сказали человеку просто лично, устно, сказали, так, слушай, или в процессе какой-нибудь планерки, совещания, сказали, о, а надо бы сделать вот это. И все такие, типа, покивали, надо, 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 хоп, и разошлись, и через неделю ничего не сделано, потому что почему? Потому что ответственность не зафиксируем, когда надо сделать, непонятно, кто вообще будет что делать, и как это делать, ничего не понятно. Так вот, как только вы из этой парадигмы переходите в парадигму, так, вот это надо сделать, вот ты поставь, пожалуйста, задачу в Битриксе. Ситуация меняется кардинально, потому что человеку в этот момент нужно сформулировать задачу, то есть он должен ее сесть, написать, и в процессе формулирования уже, собственно, решить почти ее половину. Ему нужно определить срок, когда она должна быть сделана, ему нужно определить некоторые ресурсы, то есть что ему для этого понадобится, какая помощь коллег, какие подзадачи нужно сделать, для того, чтобы ее решить, и так далее. И у него не появляется, скажем, у нее появляется ситуация, в которой невозможно от этого потом отмазаться. Потому что если задача поставлена, ее все видят, и это означает, что она будет сделана. Ну, или будут прописаны очевидные и объективные причины, по которым задача не может быть сделана, или должна быть отложена, и так далее. То есть мы как бы вот зафиксировали, все, она никуда тут не денется. Вот. Это, казалось бы, простая ситуация, то есть поставь задачу, она наверняка будет сделана, и в этом, собственно, основной принцип вообще любой вот такой трекинговой системы. Вот дальше возникает куча всяких нюансов. Потому что когда задача не одна, а их начинает 10, а когда они последовательны, а когда они набегают на тебя вот так постоянно, потому что задача так сыпется, 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 их надо решать, 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 грубо говоря, куча всяких вариантов. Или ты занимаешься проектами развития, и у тебя там плоский список из большого количества задач, которые надо постепенно решать, вот они за раз поставлены, их надо постепенно решать. Или у тебя задача, и у нее много-много подзадач. А если у задачи должно быть совершенно четко определено, что будет являться критериями ее выполнения. А если тебе нужно порыться в истории задачи, посмотреть, ага, мы вот тогда тот проект делали, а вот где его результаты? И тебе надо найти задачу, открыть ее, посмотреть, какие были результаты, как шел процесс и так далее. А если ты хочешь увидеться, что вот человек, которому ты поручил задачу, ее сделал, тебе нужно зайти, проверить результаты, после этого сказать, да, все окей. А если тебе нужно в целом собрать по проекту все задачи, которые были сделаны, посмотреть, сколько времени на это было потрачено, чтобы правильно осметить или посчитать себе стоимость вот тех работ, которые были проведены. И таких вопросов еще огромное количество. Но, как вы понимаете, что на них, на все, в такого рода системе есть ответ. И в большинстве случаев ответы на эти вопросы буквально в трех-двух кликах от вас. И это, конечно, огромное преимущество. Вы вроде как бы делаете простые действия, да, то есть вы поставили задачу, зафиксировали срок, и так, и все. Но на самом деле получаете огромное количество ответов на те вопросы, которыми, возможно, и не задавались, но, как вы чувствуете, они очень важны. Вот. И поэтому существует куча разных представлений, как с этим работать. Владимир говорил, сегодня очень крутой доклад, мне тоже понравился доклад Владимира, и я поэтому к нему все периодически адресуюсь. Вот он говорил про итерационный подход и про вот такие спринты. Так вот, это сегодня тоже не просто модное какое-то слово, да, а это реальность сегодня, в том числе бизнес-реальность. Сегодня это скрам-подход, или, вы можете назвать глобальным словом agile-подход, к реализации тех или иных проектов, работ, или вообще взаимодействия внутри коллектива. Что такое скрам? Скрам это когда вы собираете команду, она может быть кросс-функциональной, она может быть наоборот монофункциональной, то есть когда у вас там просто разработчики или там маркетологи, или продавцы там, или это у вас кросс-функциональная команда, когда нужно разработать новые продукты, у вас там и продавец, и маркетолог, и юрист, и производственник, и еще кто-то. Да, и вы собирая такую команду, распределяя между ними роли, назначаете им проект. Этот проект будет цикличный, типа спринтарный, например, недельный сприт давай определяет что вот вы за эту неделю должны добиться определенных результатов создаюсь так называемый бэк лог ну я с такими разработчиками историями не историями а терминами бросаюсь на самом деле это все довольно просто если вы чуть погрузитесь в историю со скрам или вообще саджая достаточно быстро поймете что это очень простая технология из отчего предостерегу не надо в нее погружаться слишком глубоко надо просто понять и и попробовать у себя применять потому что она на самом деле достаточно проста в применении и у дает сразу довольно большую пользу если вам подходит традиционного такой спринтовый подход там спринт неделю в двери спринт месяц например может быть почему нет месячное планирование и пожалуйста раскидали задачки на месяц и потихоньку выполнять вот собственно инструментарий в том числе битрикс помогает таким образом такие спринты выстраивать собрали команду расписали задачи на спринт взяли их в работу поделали 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 выполнили в конце спринта смотрите какова была эффективность и так далее но очень важно во всей этой истории есть например такие вещи как скорость команды такой простой отчет или он называется скорость скорость сжигания баллов или задач когда вы видите реальный график насколько близко вы как вы идете по плану выполнения задач то есть вот как владимир говорил что как бы выполнение плана да это сумма всех дней вот примерно такая же история только с задачками происходит мы поставили там 12 задач например на неделю и каждый день можем посмотреть сколько из них уже решено отстаем или не отстаем от план графика выполнения тех или задач просто по скорости сжигания этих вот задач очень просто все еще раз просто хочу чтобы вы обратили внимание подобный инструментарий и попробовали у себя его повнедрять если это подходит к вам в истории скажу лишь что мобильные задачки здесь тоже полезные и помогают то есть собственно говоря понятно что мы не всегда с компьютером у нас есть мобильный телефон приложение те же самые задачка вам точно также доступны открыли отметили записали это очень важно бывает что вы там ехали где-то или прилетела задачка вы сразу с ней ознакомились то есть вы всегда на связи или вам пришла в голову какая-то идея вы руководитель вы сразу достали телефон и сразу поставили задачу туда записали быстро кратенько чем человек как нужно сделать назначить ответственного срок дату завершения все задачка улетела это очень хорошая привычка да она позволяет реализовывать те вещи которые которых вы на которых вы не успеваете да приучает вас правильно как бы собирать компоновать задачку ее формулировать и делегировать это очень удобно и очень приятно если заниматься проектной деятельностью да то здесь платформа позволяет очень много всяких нюансов правильно наследовать задачки друг за дружкой специально там следить за активностями в этих задач если вы работаете большим количеством задач у вас там несколько сотрудников каждого там десятки задач понятно что за всеми тяжело наблюдать за всем тяжело следить но вот система фокусировки в данном случае помогает смотреть только за активностями то есть видеть где какие комментарии задачки нужно обратить внимание и так далее все вся вот эта история как бы помогает за задачками наблюдать не тратить слишком много своего времени на это на это только в виде только то что очень важно и еще фишка современных всех этих историй в том что вы можете многие вещи автоматизировать в том числе в контроле за задачами в постановке задач в слежении затем делаются эти задачи ли не делаются тормозят не тормозят что делать после задачи да то есть какие-то действия систем может выполнить это все формате но уход то есть вам ничего программировать не нужно настроили роботов триггеров нам указали что вот если произошло вот это то вот это если вот здесь закончилась задачка статус такой то значит надо сделать вот это ну и так далее там всякие уведомления смены статусов ответственных вот эта вся история она как бы для задачек тоже применимо и позволяет делать очень крутые автоматизированные всякие штуки с проектном подходе или в процессном подходе в зависимости того как у вас все выстроено и вот как бы резюмируя некоторую историю задачами скажу что для того чтобы задачи вообще делались и делались в срок для нас очень важны такие вещи как собственно говоря что за задача да как она должна быть выводить некое закрепление того чего нужно добиться и как это сделать четкое распределение ролей а по факту это назначение ответственность передача ответственности и закрепление вот это то есть за конкретным человеком или группой лиц если задача требует выполнения группой работа со сроками то есть если у задачи есть крайний срок вероятность сильно повышает того что она будет сделано хотя бы там близко к крайним срок может чуть позже но точно будет сделано если вы крайний срок не определили пиши пропало скорее всего не будет сделано вы наверняка замечали такую ситуацию что задача которых вы там подумали и сказали так ну ладно типа как нибудь сделаю скорее всего это задача будет не сделано или каждый раз надо бы сделать но как-нибудь потом час не до этого вот очень хорошая практика ставить крайний срок определяешь туда вот мы сделаем вовремя и делать и конечно же всякого рода напоминания и аналитика и отчетность потому что происходит то есть если задачка где-то зависла нужно получить об этом напоминание чтобы не думать не ходить не проверять каждый раз все задачки а где у меня что задерживается а что тут а что здесь нет активности по задачке лучше получить уведомления близкий крайний срок лучше заранее система предупредит это все в системе настраивается ну и так далее если мы хотим узнать как поработали наши люди если мы перевели эту работу в задачи в такой трекинг мы будем открывать одной кнопкой задачи человека и собственно видеть как он поработал можем открыть завершенные задачи за месяц текущие задачи за месяц рабочие и так далее буквально там за несколько секунд получать достоверную картину того что происходит вообще дисциплины как люди работают и так далее более того система может формировать различного рода отчеты можно там папа компании по отделу по человеку конкретно с учетом затратам затратами количества по времени с количеством решенных задач на всякие цифрки до которые мы очень любим и которые нам будут говорить о том кто работает а кто не очень где трудности на что обратить внимание и так далее это все нужно потому что задачка работа примерно такая же история с цифрами и по факту задачками у нас с вами происходит и в в отделе продаж сейчас чуть-чуть затронем crm-систему и на этом наверное сегодня все там примерно та же самая история в crm и в продаже да то есть если мы с вами не оцифровываем не внедряем серия у нас с вами непонятно что где к по конкретному клиенту или сделать сейчас происходит у нас возникает большое количество вернее у нас и у наших менеджеров возникает большое количество разного рода рутинных задач а договорным составить реквизиты туда в битве а это сюда написать а туда пойти проверить пришли деньги не пришли а вот это надо отправить коммерческое предложение надо собрать здесь все поменять это все не подходит и так далее сотрудники часто не видят всего процесс вообще всего процесса продажи не очень осознают не всегда понимают а дальше что правильно сделать и вот процесс продажи становится таким продажи по наитию хорошо когда у вас есть богатырь у которого вот это наить и работает просто очень круто да и он там всегда правильно знает но еще раз мы с вами выстраиваем некоторую регулярную работу до чтобы наши с вами сотрудники были обучены имели инструментарий для того чтобы все работали примерно хорошо ну и собственно говоря что с контролем тоже вопрос как контролируется где где взять отсюда у нас получается что мы вот это сделали не вовремя здесь он и клиенту не ответили эта сделка проиграна чертова знает почему но при этом менеджера все время чем-то заняты у них куча работы они там то документ то все то 50 это на телефоне то где-нибудь мессенджеры куча создается огромное количество действий но какие из них приводят к реальному результату не очень понятно количество растет эффективно снижается и собственно говоря как кого поощрять за какие действия вопрос вот поэтому серым очень важная история я здесь всегда повторяю слова владимира есть сером есть бизнес не циром нет бизнеса и это правда потому что без серым системы все выше перечисленные проблемы будут всегда на лицо особенно если вы хотите расти и масштабироваться и я уверен что вы все хотите расти и масштабироваться поэтому не внедрять серым сегодня просто преступление а чем она помогает она помогает менеджер по продажам понимать куда идти что делать дальше и автоматизирует за него кучу различных действий а руководителю помогает разобраться где проблемы как все это выглядит кто работает кто как работает где какая нагрузка на канал и коммуникации откуда приходят те или иные лиды какого они качества как они конвертируются и вот это все и не только руководителю продаж но еще и маркетингу потому что вы с помощью серым можете увидеть всю цепочку от того как вы показали рекламу вашему покупателю до того как вы получили с него деньги всю эту цепочку в серым системе видите а значит понимаете какие конкретно объявления ваши рекламные какой приносят трафик и как он конвертируется деньги вы можете реально в отчете по сквозной аналитике например увидеть что вот вы здесь заплатили 50 тысяч за рекламу и заработали на них 20 или что заплатили здесь 30 тысяч на рекламу заработали 300 и это будут реальные цифры которые прям вот на ваших реальных и инструментов собственно из чего это все состоит у вас есть воронка продаж дату серым что делать она выстраивает воронку то есть ту цепочку по которой вы ведете вашего клиента до продажи с момента когда он попал ваш скажем так ваше внимание это обычно какая-то коммуникация то есть грубо говоря клиент вам позвонил написал мессенджер открыл там вашу рекламу перешел на сайт и заполнил там путь формочку еще что-то произошло да то есть какое-то активное действие произвела после этого мы как-то двигаем соответственно дальше этого клиента и воронка продаж нам собственно и позволяет вот выстроить вот эти вот шаги обычно воронки если у вас их до этого не было ну во-первых всегда есть еще почитать на эту тему на самом деле воронка всегда строится от крупного к мелкому то есть вы сначала выбираясь какие-то крупные вехи ну то есть например вот клиент первый контакт нам нужно с ним поговорить например какого рода какой какой категории товар или услуга вы интересует какого там категория цены и еще характеристики все мы это в систему заносим и система нам предлагает дальнейший путь в этом определяет путь сам что следующее надо представить коммерческие предложения или там надо сниму это пробные образцы там это или например переходить исключение договора если уже все понятно соответственно система должна что-то сделать с этим связано и так далее вот такие шаги вы прописываете а дальше смотрите вы основные вехи прописали а дальше будете видеть что у вас где-то на какой-то стадии воронки размер количество сделок которые на этой стадии отваливаются становится очень большим вот такие окей хорошо значит в эту стадию воронки мы смотрим внимательно вы ее раскладывать на несколько подстадий условно говоря и смотрите собственно ага вот в этой стадии у нее отваливается значит мы разделяем на три и смотрим где конкретно отваливаются и пытаетесь собственно повлиять вот уже на вот эту мелкую стадию что-то изменив подходе предложение стоит продукте в чем угодно второй пункт как серия помогает это автоматизирует да то есть все что нам нужно сделать это как можно больше собрать данных о клиенте чтобы сером могла сделать можно больше сама в частности генератор документов очень простая вещь вы можете даже самостоятельно настроить посмотрев нашу инструкцию и это позволит вам буквально в несколько за несколько десятков минут потраченных на настройку генератора документов снять просто огромные часы нагрузки с менеджеров на создание этих документов да то есть вы просто огромная огромную пользу сделать только этим тем что сером сама будет генерить например договор или сама генерить коммерческое предложение сама там создавать какие-нибудь акты или еще что-нибудь что вот ваши менеджеры делают ручка в ручном режиме следующее это собственно говоря мы называем это счетчики но это на самом деле такие пиночки которые позволяют обратить внимание менеджера на ту сделку или на того лида в который сейчас требует внимание таким образом у менеджера по факту когда все уже настроены внедрена задача его рабочего дня в том чтобы все счетчики погасить серым открывает лиды сделки видят 10 сделок который требует его внимание и он порядка пошел их закрывать открыл посмотрел так здесь вот клиент ждет от нас чего-то или там вот здесь вот мы ждем от клиента чего значит можно сделать какое-то действие позвонить ему как-то сдвинуть дальше ну и так далее и конечно все это автоматически в итоге собираются некоторые итоговые отчеты в которых вы можете уже не с помощью с помощью руководителя отдела продаж вместе с руководителем отдела продаж собраться закопаться и посмотреть на аналитику что происходит как это работает как так как происходит работа с конверсии где она маленькая где хорошая как люди конкретно влияют на ту или иную конверсию и так далее в разрезе конкретного человека можно посмотреть в разрезе канала продаж и так далее в целом это позволяет сделать отдел продаж очень управляем во-первых у вас единая база контактов и все ваши клиенты всегда с вами вы можете ее там всячески защищать правами и так далее ограничивая права на экспорт импорт создания сделок просмотра чтобы там менеджер между собой не конкурировать любую модель можно выстроить с точки зрения ролевой и у вас единая база в которой всегда копятся клиенты клиентская база всегда будет расти становится вашим реальным активом более того она становится автоматически наполняем и как только вы подключаете битрикс24 к каналам коммуникации из которых привлекаете клиентов соответственно вы точно получаете автоматически пополняющуюся базу то есть менеджерам не надо что заносить клиент позвонил все он уже в системе клиент написал он уже здесь заполнил форму на сайте все он уже сохранен пришло письмо по почте отлично все уже здесь и так далее вот таким образом получаете единое пространство единую базу в которой все складывается менеджеры видят все где на какой стадии все под контролем руководителя дело продаж держит руку на пульсе все понятно между собой клиенты как бы между менеджерами с собой всегда могут договориться и всегда увидеть у кого чей клиент как все действует и самое главное по каждому клиенту каждый сделки вас есть полная история взаимодействия то есть вы случае если что-то пошло не так открываете сделочку и смотрится так вот это была переписка вот здесь по почте вот здесь у него не очень быстро ответили клиент ушел вот здесь вот мы не очень компетентно ответили так надо проработать с этим менеджером вот такую ситуацию и так далее то есть это все как бы становится очень прозрачно и у людей меньше возможностей накосячить что естественно руководители очень ценят последнее что скажу здесь как бы для того чтобы вот такая вся история работы с чего вообще обычно начинается интеграция сером в компанию бизнес это с подключения ну мы называем контакт-центр то есть подключение всех каналах коммуникации в единую систему вы мессенджеры соцсети телефонию e-mail смски чаты на сайте и виджет там и так далее сером форму все это подключаете в сером систему и получается что мы вашим менеджером у вас есть одно окно для общения с клиентом если он позвонил отлично карт серым к показала карточку кто звонит предложила создать сделку или перейти к существующей сделке если клиент написал где-нибудь социальной сети или в мессенджеры менеджер получает это здесь уже в одном окне в сером системе здесь же отвечает на могут заранее заготовленные шаблоны ответов что естественно повышает качество коммуникации и экономит время менеджера ну и так далее и все это вот здесь в одном месте все сохраняется это очень полезная очень важная функция вы сразу видите почему срывается кто что не делает где где проблемы они сразу появляются здесь в режиме реального времени видите где собственно происходит косяк вы можете его исправить здесь и сейчас они откладывать его или не искать потом сколько под ковром там замело всяких соринок руководители могут реально контролировать да то есть они в реальном времени видят все что происходит могут контролировать те моменты которые сейчас важны для бизнеса для стратегии и для дальнейшего развития компаний сотрудники получают очень удобный инструмент реально получается что очень многое система готова делать за сотрудников при правильном внедрении при правильной организации процессов и так далее и единственное что не нравится сотрудникам это различного рода прозрачность но этот оплата которая за удобство и которая за эффективность собственно говоря нужно платить ну и собственно всегда можете узнать заранее что происходит с той или иной задачкой с той или иной сделкой узнать это вовремя а не после того как надо кого-то наказывать и для этого есть целый ряд инструментариев связанных с отчетностями то есть вы можете следить за дисциплиной по задачам собирать отчеты по этим задачам за эффективностью каждого сотрудника или отдела или компании в целом точно также за тем что происходит в сером системе то есть на воронке продаж на каждого конкретного сотрудника в разрезе сделок того как он коммуницирует общается с клиентами каков градус вот этого общения вежливость компетентность и так далее и можете как я уже говорил отслеживать всю цепочку от рекламной кампании до реальной продажи и соответственно делать выводы потому как насколько эффективно работает реклама тем самым и как бы связывая маркетинг и продажи в единое целое с помощью сквозной аналитики поэтому создание реальной команды сегодня в ваших руках вам нужно набраться мужества не знаю какой-то энергии заряда и использовать современные инструменты для того чтобы получить действительно эффективную современную компанию и это сегодня гораздо более доступно чем когда-либо поэтому всячески призываю вас создавать команду своей мечты сегодня и с радостью отвечу на ваши вопросы сейчас посмотрю на закладочку вопросы так плюсы минусы спасибо за то что отвечались от отмечались и отвечали на мои так сказать вопросы в зал этот вопрос работали в мегаплане отказались как все сложно выяснилось что это выяснилось это вылилось это в то что все сидели мегаплане стучали по клаве в чем отличие от мегаплана слушайте но тут отличие на самом деле очень много я сейчас не смогу перечислить у нас и другая ценовая политика и инструменты по-другому сконфигурирована там сильно больше возможностей но все всегда познается в сравнении попробуйте посмотрите насчет сложно это вопрос к тому как произошло внедрение я уверен что любую систему можно внедрить так что люди будут тратить кучу времени на то чтобы с ней работать на мой взгляд первое и очень важно что нужно при внедрении поставить себе или партнеру который будет внедрять что система должна помогать сотрудникам работать не создавать им дополнительную работу а уменьшать их работу и вот это вот самое главное что нужно поставить при из скажем так целью при внедрении не обязательно внедрять сразу все целиком кучу функционала чтобы сотрудников голова болела туда нажать что сделать так далее а маленькими поступательными шагами вот внедрили воронку отлично вот по этой воронки надо вести лиды сами появляются появляются тебе нужно с ними работать вот здесь не хватает полей серым тебе напомнит что вот сюда нужно внести данные можем попросить у клиента данные вести самостоятельно отлично давайте это сделаем чтобы ничего не записывал менеджер сам отправим клиенту ссылочку он там сам заполнит 33 поля эта информация появится в сером можем вытащить из по и на новую информацию отлично давайте спросим и на объем и на вот у нас все реквизиты и так далее таких вариантов очень много как сделал так чтобы система реально помогала сотрудникам и облегчал а не усложнял так битых 24 удобнее нацелен не только цель на а это тут ответы так так сейчас в чатик ой вернусь в чате я тут вижу что тут уже много вопросов и спасибо коллегам что отвечаете я попробую несколько озвучить мне это понравился один из вопросов который на мой взгляд правильно проговорить голосом здесь был вопрос про то откуда от какого количества имеет смысл внедрять crm или на какой стадии вот на каком этапе развития своего дела можно уже внедрять работу crm я сейчас работаю одна ольга спрашивает услуги консалтинга к crm для введения клиентской базы присматриваюсь давно я бы сказал так повторю фразу владимира мариновича есть crm есть бизнес нет crm нет бизнеса это означает что не важен ваш размер не важно какое на какой на каком этапе вы находитесь если вы строите бизнес crm система вам нужно уже сейчас потому что то как вы работаете если вас появились клиенты вообще в принципе значит уже есть место для crm система если у вас появился канал продаж уже есть место для crm система если вас появился канал коммуникации с клиентами вам нужна crm система если у вас есть некий хотя даже не выстроенный до конца процесс продажи вам нужна crm система и все вот ответ будет очень прост и понятен надеюсь то есть для любого размера бизнеса для любого формата коммуникаций crm система это не только база знаний до какой база знаний база данных ваших клиентов база клиентов которая по факту является активом любой компании любого размера и если эта база есть она где-то как-то сохранена это актив если это список чатов ватсапе извините это не актив это список чатов ватсапе на мой взгляд это вот так выглядит ну а дальше crm всегда будет являться для вас некой платформой для дальнейшего развития как только у вас появляется актив можно с ним работать можно из него извлекать деньги используя crm маркетинг для возвращения и повторных продаж выстраивать процессы продаж автоматизировать многие вещи очень часто и особенно для тех кто работает в одиночку да то есть сам себе предприниматель или там самозанятый как это теперь называется crm помогает решить кучу задач связанных с автоматизацией то есть вы очень многое можете приложить на систему и сами об этом не думать и это там может поднять там качество услуг которые предоставляете или качество работы с клиентом которые сейчас у вас отнимает много времени будет отнимать сильно меньше да да спасибо вам большое я смотрю что вроде на вопросы тут мои коллеги поотвечали автоматизироваться как раз я ответил не всегда всегда эти вопросы задают попробую попробую сообразить после вебинара ну что ж лариса я очень рекомендую до сообразить может ли сторонние люди воспользоваться ломать на информацию то может быть мою информацию нет не может если вы соблюдаете собственно гигиену в интернете ну то есть условно говоря у вас правильные пароли не один на все сервисы потому что если у вас пароль где-нибудь утечет в итоге он утечет ко всем сервисам где-то пароль ну так далее есть есть общие рекомендации некоторой кибербезопасности если вы их соблюдаете можете не переживать за ваши данные к ним никто не имеет доступ это облачный сервис он защищен очень сильно то есть это прям один из самых надежных сервисов которые сейчас существуют так что за это не волнуйтесь да ну в общем на этом будем завершать ей так почти на 20 минут задержался но учитывая ответы на вопросы ладно спасибо вам большое за то что сегодня были с нами как я и говорил и запись этого вебинара и те материалы которые владимир маринович вам пообещал сейчас моя задача у него их с него их трясти и мы подготовим ближайшие несколько дней для вас такую пост рассылочку и всех кто зарегистрированы все кто приходил к но вебинар вы нам оставили свой e-mail и на e-mail отправим это письмо ну и дополнился материалами от себя надеюсь там тоже будет полезно и касательно инструкции по битрикс разного рода рекомендации и так далее напоследок поставьте мне огонечек я желаю вам хорошего дня рабочего продуктивного и конечно же успехов в развитии вашего бизнеса с вами был сергей кулешов компания битрикс компания 1s битрикс продукт битрикс24 всего вам доброго и до новых встреч следите за нашими анонсами всем пока спасибо